Микс Ньюз. Утро на Болткове. Доброе утро, 21 июля. Такой вот дождливый день и дождливое утро. Проведу сегодня с вами я, Анастасия Смоловская, мой коллега Абик Элкин. Поменяется со мной во втором часе. Ну а гость у нас, с которым сегодня я буду общаться, и вас обрезаю тоже звонить и принимать участие, и писать нам в WhatsApp. Это глава Департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевозчиков. Здравствуйте. Доброе утро. Напомню сразу телефону прямого эфира 67212-93-9, 67213-93-9, номер WhatsApp 2306191, неизменный. Так что звоните, пишите. Постараемся принять звонки и зачитать, потому что сами понимаете, что вопросов сегодня будет много. И один из первых вопросов сразу по поводу того, как вас представлять. Вот у нас вообще такая путаница некая была с инфектологами-инфекционистами, как правильно, эпидемиологи. И вот вас тоже, если посмотреть, вроде Википедия пишет, что вы эпидемиолог, но есть кто-то, кто пишет и называет вас инфектологом. Как правильно? Ну, это разные вообще-то вещи. Инфектолог и эпидемиолог. Инфектолог раньше был врач-инфекционист, но в современном языке это врач-инфектолог. Он занимается лечением больных инфекционными болезнями. Он специалист. Есть невропатолог, есть разные специальности лечебные. Это клиницист, который лечит больных инфекционными болезнями. Эпидемиолог – это врач общественного здравоохранения. То есть мы уже лечим неконкретного больного, мы как бы занимаемся проблемами, профилактикой болезней в обществе, в группах риска. То есть наши действия направлены не к какому-то конкретному индивиду. Мы через конкретных больных получаем информацию, мы ее обобщаем и проводим мероприятия как в очагах инфекции, так и в общем в целом в стране, чтобы снижалась заболеваемость теми или другими болезнями. Значит, эпидемиолог. Я сразу по актуальным вопросам. Вчера стало известно, что госконтроль подал в государственную полицию, обратился по поводу закупок Национальной службы здравоохранения защитных средств. Тогда много говорили, Лапсверс даже ушел в отставку. Как вы оцениваете всю эту ситуацию? Действительно ли, были ли правильные действия господина Лапсверси? Надо было принимать решение здесь и сейчас. Вы тоже принимаете решение каждый день, каждый час здесь и сейчас. Наверное, тоже предполагая, что возможно будет и критика, и всевозможные критические, возможно, высказывания. Ну, мне это трудно ценить, что там на самом деле было и как. Но поскольку дело как бы закончилось, было много обвинений, что что-то закуплено и по дорогой цене, и возможно не так, как надо. Но, видимо, на этом дело и закончилось. Собственно говоря, кроме просто каких-то обвинений мы не видим ничего другого. Ситуация в целом была очень сложная в самом начале. Тут нечего, в общем-то, скрывать. Ни одна страна мира не была готова к такому, к такому большому количеству защитных средств, которые вдруг неожиданно потребуются. Это медицинские работники и вообще больные, которые должны посещать лечебные заведения. То есть не были готовы. И с производственной мощностью во всем мире тоже хромали. Особенно основные поставщики защитных респираторов и масок. Это Китай, где в то время эпидемия в большом размере, очень интенсивные показатели были. Производство остановилось. В общем-то, было трудно где-либо покупать защитные средства в достаточном количестве. Ну, то есть шаги предпринимались оперативные. Там невозможно было ждать месяцами, изучать. Я думаю, что закончилась эта ситуация достаточно успешно. В настоящий момент мы видим, что медицинские работники больше практически не болеют. Уже в течение месяца мы не видим случаев среди них. И это значит то, что они защищены, хотя они продолжают контактировать с потенциально зараженными людьми, как в амбулаторной, при амбулаторной помощи, так и в стационарах. Болезнь не распространяется, инфекция не распространяется. Это главное. Защита первоочередно. Защита и защита медработников. Это очень важно, потому что медработник сам может выйти из строя, может заразить своих пациентов. Распространение инфекции в лечебных учреждениях это, в общем-то, может быть даже привести к определенной родной катастрофе. Ну, как же мы в Италии наблюдали, мы так понимаем, что там именно врачи стали такой... Ну, потому что было очень много людей и начали болеть врачи, и такой кризис у них случился. Да, болезнь была... Установлен диагноз правильно и поздно. В общем-то, больные выписывались, и заражение... Это онкологически больные тяжелые, то есть там вложены большие средства и большие усилия были, чтобы спасать этих людей против основной болезни. Ну, ковид, в общем-то, не ждал и, собственно говоря, распространялся при... Если нет защитных средств, то очень опасно. Много вопросов о том, мы в такой, наверное, в лидерах по методам борьбы, по результатам этой борьбы с коронавирусом, с его распространением, наверное, не с самим коронавирусом. Кто в этом случае молодец, если можно так просто сказать? Это мы как общество смогли дисциплинироваться? Или это заслуга правительства, которое приняло меры, и благодаря этим мерам? Или это заслуга эпидемиологов, которые мы знаем, что госпожа Винкела говорила, что все решения практически принимались после консультации? Ну, вопрос очень интересный. В первую очередь, мы говорим, вирус распространяется. Он не распространяется, его распространяем мы, люди. То есть сам по себе он не может распространяться. Мы встречаемся, мы заражаемся, мы заражаем других людей. И мы же можем сделать, все люди могут сделать то, чтобы этот вирус не распространялся. Эти правила были совершенно элементарные. Надо было соблюдать физическое дистанцирование и гигиену. Это было с первых шагов предпринималось. И мы не стали в нашей стране ждать, пока у нас будет массовое заболевание в городах, будут больницы, будут переполнены. Было порядка 20 случаев зарегистрировано, но мы видели стремительный рост. И, в общем-то, правительство поддержало меры ограничительные. Это была объявлена чрезвычайная ситуация 12 марта при достаточно низком уровне заболеваемости. Но, что мы видели потом в течение четырех недель, это продолжался достаточно стремительный рост, потому что уже люди успели заразиться. Но работа в очагах. Здесь главное, с эпидемиологической точки зрения, есть два барьерных метода. Первый – мы предотвращаем заражение. Заражение мы можем предотвратить, если мы не контактируем или соблюдаем барьерные меры при контакте с зараженными. Но если уже кто-то заразился, вторая группа мероприятий – не дать инфекции распространиться из очага инфекции. То есть это надо выявить заболевшего. Выявить мы можем, поскольку болезнь похожа на многие другие болезни изначально на первой стадии. Только лабораторная диагностика может помочь определить правильный диагноз. И, конечно же, человек, который заражен ковидом, он не может продолжать свою ежедневную деятельность. Он не может, ребенок не может идти в школу, человек не может идти на работу, особенно встречаться с друзьями. Это изоляция. И, кроме того, конечно же, в первые дни заболевания человек кого-то успел заразить наверняка. Потому что… Или, возможно, мог заразить. И даже за два дня до появления симптомов этих людей нужно совершенно определенно найти и предупредить. И эти люди считаются контактными лицами. Это тоже одна из мер предосторожности, чтобы контактные лица находились под наблюдением врача в течение 14 дней и ограничили свои социальные контакты. Это называется самоизоляция. Вот, кстати, по поводу термина самоизоляция тоже было много споров, когда самое-самое начало было. И, наоборот, вы призывали людей выходить дышать воздухом и закаляться, и как-то иммунитет поддерживать свой. Кто-то, наоборот, говорил, что вот люди, которые на самоизоляции, они только должны сидеть дома, четыре стены и все, дальше и смотреть. Ну, здесь я не думаю, что кто-то призывал выходить, поддерживать иммунитет в магазины или в общественные места. Конечно же, заниматься спортом и выходить на природу – это совершенно необходимо. Но я не думаю, что люди, которые это никогда не делали, вдруг неожиданно в период карантина все пойдут на природу. Это дело вопрос привычки, в первую очередь. Конечно же, никто не заставлял людей сидеть дома, как и в некоторых европейских странах, где уровень заболеваемости был высокий. Причем степень мероприятия всегда будет зависеть, и жесткость мероприятия будет зависеть от того, насколько много людей заражено, насколько интенсивно инфекция распространяется. Если инфекцию мы проактивно старались побороть при очень низкой заболеваемости, когда в обществе практически не было такого массового распространения, то есть и наши мероприятия были очень щедрящими. У нас не надо было по пропуску выходить из дома, у нас не надо было… не были закрыты рестораны, не были закрыты магазины, ну, за исключением, может быть, торговых центров в период массового скопления по выходным дням. То есть трудно сказать, что мы… мы не можем сказать, что мы сделали очень жесткие мероприятия, это был совершенно щадящий режим, но на ранней стадии эпидемии он помог, и мы видим этот результат, что в конечном счете в Латвии инфекция распространилась в минимальном объеме, и по общей заболеваемости, если сравнить с другими странами Европейского Союза, мы находимся практически где-то в конце этого списка по интенсивности эпидемии. То есть призывать сидеть дома… это общий призыв был Европе, и в частности он, видимо, большей частью шел из тех стран, где надо было по пропускам выходить из дома, и там, может быть, у соседа только собаку выгулить и так далее. У нас такого не было, и человек мог принимать сам решение сидеть ему дома. Но главное, что призывали соблюдать дистанцирование, не принимать участие в каких-то мероприятиях. Мероприятия массовые, в общем-то, в этом мире были запрещены или ограничены. Как сейчас обстоит дело? Мы на прошлой неделе опять так встрепенулись, скажем так, после того, как уже расслабились достаточно. Было несколько вспышек. Что сейчас происходит? Все ли под контролем? Вы уже упоминали, что вроде как почти все случаи отслеживаются. Ну, ситуация достаточно интересная. За последние вот эти 5-6 месяцев, ну, 5, получается, месяцев, которыми, когда мы регистрировали случаи у нас, эпидемиологическая ситуация все время менялась. Вначале это были случаи, когда люди возвращались из туристических поездок, или они работали за границей, из стран, где было много случаев заболевания, они возвращались, привозили инфекцию. Заболевали члены их семей. Потом появились вспышки в рабочих коллективах. Тут инфекция не выбирала. Были и работники офисов, бюро, и были работники цехов и каких-то промышленных предприятий. И причем на некоторых предприятиях мы видели достаточно стремительное и большое распространение. Люди контактировали, кстати, может быть, даже не на своем рабочем месте, а какие-то места есть, где это либо гардероб, может быть, общий, или столовая, где люди собираются, вместе, то есть дальше ситуация менялась, появились более устрашающие цифры в плане смертности, потому что инфекция начала, затронула лечебные учреждения, болели врачи, были периоды, когда каждый десятый из заболевших, это был работник, медицинский работник, либо врач, либо медсестра, или даже, может быть, шофер скорой помощи, заболевали пациенты в больницах, которые находились в одной палате, и особенно очень могли быть трагические последствия, если это пациенты тяжелые, онкологические больные, и у них болезнь проявлялась очень ярко выраженно и очень тяжело. Потом появились, мы помним случай, это приют был, сделай скруст, это была беспрецедентно большая вспышка, и самая, в общем-то, наша, скажем, большая заслуга, что мы проводили превентивные мероприятия, мы обследовали персонал и клиентов, центров социальной опеки, этих центров, и в некоторых были выявлены случаи заболевания, и даже два из них, по крайней мере, там были достаточно большие вспышки, а это контингент, это люди, которые уже в возрасте, с множеством хронических заболеваний, мы видели достаточно высокую смертность именно среди них. Сейчас это все осталось как бы в прошлом. Пару недель мы жили с очень минимальной заболеваемостью, мы вышли, наверное, в лидеры в Европейском Союзе по уровню заболеваемости, и то, что мы видели две недели назад, это был наш первый, не самый лучший опыт, то, что инфекция стала распространяться. Мы это читали, мы это знали, что происходило в других европейских странах, курорты, альпийские курорты, это бары, рестораны, ночные, где массово заражались туристы. Мы увидели то, что нечто подобное, также у нас, это было, по крайней мере, три вспышки, где люди заразились в предприятиях общественного питания, особенно это были компании, которые проводили время в вечерние часы, они сами говорят, а что вы хотите, там так много людей, в этих заведениях было, там было так тесно, а люди перемещаются от столика к столику, сами, если не верите, говорите, сходите, то есть эпидемиолог же работает с каждым случаем заболевания, чтобы это выяснить. И еще печально было то, что были случаи, когда человек, вернувшись из страны, которая заходится в красном списке, где очень высокая заболеваемость, по возвращении на радостях собирал людей и приглашал их в рестораны, то есть имел достаточно широкие социальные контакты, и очень тесные, и инфекция в этих случаях распространялась. Но на сегодняшний момент мы видим, что, как я уже говорил ранее, раньше цепочки, то есть кто от кого заразился и кто был в риске заражения, выясняются и выяснено, и в принципе те очаги, и те вспышки, которые мы выявили до сих пор, они находятся под достаточным контролем, потому что контактная персона тоже выявлена, обследована, они находятся на карантине, больные, разумеется, тоже на строгой изоляции. И это очень важно, как я сказал, если мы не будем выявлять заболевших, если мы не будем выявлять контактных персон, тогда инфекция приобретет стремительное свободное распространение, а чем больше зараженных в обществе, тем больше будет заражаться людей пожилых с хроническими заболеваниями, тем больше будет печальных последствий. Интересно, что последние, мы вернулись как бы на изначальный период, когда основную массу из отдельных случаев составляют люди, которые заразились за границей, то есть это уже можно даже наперед сказать, что новые случаи будут, каждый третий будет, кто-то вернулся из той или другой страны. По этим странам мы можем изучать географию, но это с такой точки зрения, что люди завосят инфекцию не из тех стран, где заболеваемость низкая, а вот именно где высокая, где меры предпринимались не самые активные, мы видим заражение в большинстве случаев было, из Швеции люди заражались, из России, из Украины были завозы случаев, даже из Узбекистана, где мы знаем, что по данным, которые сами же страны продают, заболеваемость очень высокая, но там иностранные, где заболеваемость низкая, может быть, конечно, там и туристов меньше из Латвии ездит, но как-то вот все вот эти случаи в основном связаны с посещением стран риска, и поэтому список наш, который мы опубликуем, куда мы рекомендуем либо не ездить, ну, конечно, мы не можем запретить человеку ездить, и в европейские границы открыты, мы в Европейском Союзе можем путешествовать из любой страны, но и так же никто не может, часто говорят, почему мы, или вообще правительство не запретило въезд в Латвию из других стран, ну, то есть разные радикальные меры высказываются, надо было всем запретить, но ни одна страна мира не запретила вернуться своим гражданам на родину, это уже было бы что-то чрезвычайное, но сказано так, что и это правильно, что если человек вернулся из страны с высоким риском заражения, ну, все-таки будет благоразумно находиться на самоизоляции в течение двух недель, и поэтому и друзья, и знакомые, и коллеги по работе будут в безопасности. Ну, тут тоже, наверное, не стоит стесняться и друзьям, и знакомым, когда ты знаешь, что приехал кто-то из страны в красном или оранжевом списке, приглашает домой или выпить чашечку кофе, наверное, тоже надо как-то себя поберечь, сказать, наверное, через две недели встретимся. Ну, знаете, когда мы опрашиваем и контактных лиц, и когда мы говорим с заболевшими, часто мы видим, вот то, что мы говорим сегодня по радио, эти люди, видимо, даже не слышали и даже не обращали на это внимания. То есть часть информации, есть часть общества, которое активно интересуется этими вопросами и в курсе событий, но есть, к удивлению, люди, которые, ну, вообще на это как-то не знают, не обращают и считают, что это к ним не относится никаким образом, потому что они молодые, красивые и здоровые и будут всегда такими. Ну, да, некое заблуждение все-таки. Вот вы и ваши коллеги не раз уже говорили, что у вас такая работа детективная. Вы вот за это время опыт показал, можно вообще людям верить? Часто вас пытаются обмануть, где-то скрыть, сказать, нет, вообще дома сидел, только в магазин за хлебом вышел и все, а потом все-таки раскалываются, что где-то что-то неправду сказали. Ну, в большинстве до 99% случаев люди идут на хороший контакт. Если что-то человек не помнит, это естественно, что мы не можем все помнить, что с нами было в течение двух недель. Задача эпидемиолога выяснить два дня до начала заболевания, с кем человек контактировал. Это еще более-менее можно вспомнить, но с кем он был в контакте в течение двух недель до этого, это уже сложнее. Если мы имеем в виду какой-то коллектив, где-то кто-то заболел, мы, может быть, смотрим списки. Когда-то у нас были вспышки в больницах, мы смотрели, какие пациенты обращались к этому врачу, мы звонили этим пациентам, выясняли, все ли у них в порядке со здоровьем, мы рекомендовали обследоваться на ковид. Но это естественно, что человек не может вспомнить, особенно если он находился в общественных местах, в том же ресторане или в автобусе. У нас на прошлой неделе это был уникальный случай, мы нашли, совершенно определенно доказано, что человек заразился в международном автобусе, потому что сначала мы знали, что в этом автобусе ехал человек зараженный ковидом, он, кстати, весьма активно распространял эту инфекцию. И наши призывы отозваться, потому что нет уже учета, кто ездит на каком автобусе, призывы отозваться и проверить здоровье, провериться на ковид, оказались успешными. То есть случай это редко, но такое тоже может быть, что и в автобусе. То есть это много направлений работы, которые нужно учитывать. Но что же с человеком, который забыл, с кем он контактировал? В мире этот вопрос был достаточно хорошо решен. В Латвии одна из первых стран, которая это ввела. Была разработана программа, аппликация, которая загружается на мобильный телефон, она называется «Останови ковид». И суть ее такая, что если человек загрузил эту аппликацию, через щадящий энергиозберегающий Bluetooth соединение, программа отслеживает всех людей, которые с такой же программой, у которой включенная программа, это не отслеживаются люди, это отслеживаются телефоны, номера телефонов с такой же программой, у которой включенная. И вот человек назовет, да, у меня контактные члены моей семьи, вот на работе еще где-то был, еще вот этот друг ко мне приходил, а вот он не может назвать, естественно, с кем он был в контакте, в том же автобусе или, может быть, в каком-то общественном месте, где, может, даже в театре он сходил или в кино. И эти люди никогда не узнают, потому что, что они были подвергнут, и они даже могут заболеть. А если человек заболел, он скажет, ну, у меня может наспорк, а потом инфекция распространится дальше, заболеет члены семьи, и это важно было бы все-таки быть предупрежден, значит, защищен. И те люди, у которых была бы такая программа, они бы получили бы эту информацию, что да, в течение, что в определенные дни вы были, был риск заражения, потому что вы находились дольше 15 минут в непосредственной близости, меньше двух метров, от человека, который был заразен ковидом. И в этой информации нет ничего плохого, в этой информации человек, конечно, может сказать, ну, и ладно, но большинство людей благоразумно скажет, да, лучше я проверюсь, лучше я буду наблюдать за здоровьем, лучше я останусь дома и не буду подвергать риску других. Почему? Потому что часто бывает такое, ну, задают вопросы, почему больные ходят, они должны сидеть дома, и мы не можем... Ну, это немножко, конечно, да, если больной знает, что у него ковид, он будет сидеть дома и будет на изоляции, но если человек не знает, что у него ковид, и еще за два дня, когда вирус активно и в большом количестве размножается в верхних дыхательных путях, в клетках, выделяется при разговоре, при кашле, то есть человек еще не знает, что он заражен, но он уже заражает других. Вот Апторе ковид или Останови ковид, приложение, которое вы сказали, вначале много вопросов к нему было, но уже была информация, что после прошлонедельных вспышек активно начали, активнее люди начали скачивать. В вашей работе это помогает? Вы видите, что увеличивается, например, количество отслеживаемых случаев? У нас были случаи, когда программа среагировала, ну, то, что у человека, который заболел, была программа, но, видимо, те люди, с которыми он был в контакте, у них не было этой программы. То есть, еще раз, вот два уровня, когда мы можем отследить и предупредить контактных, когда человек сам назовет, но иногда мы, конечно, используем другую информацию, мы разговариваем, может быть, ну, как я уже сказал, с работодателем мы можем поговорить, если человек забыл, где и как на работе, какие условия были. Если это заболевание протекает в тяжелой форме, ну, на первых порах у нас было много таких случаев, трудно, конечно, человек не может, у него подключен к аппарату искусственного дыхания, конечно же, он уже мало что вспомнит. То есть, это программа отслеживания телефонов, которые были вблизи. Еще один инструмент, который должен вам помогать, это анкетирование, которое тоже ввели на прошлой неделе. Насколько вы его оцениваете, его эффективность? Здесь есть две. Основная цель этого анкетирования, конечно же, мы видели, что каждый практически второй случай, в особенности мы посмотрели, как вот из России, некоторые другие случаи, люди приезжали, и заболевание не ограничилось тем, что человек был заражен сам. И даже, может быть, приемлемо было то, что могли заразиться члены семьи, потому что они живут в одной квартире, но совершенно неприемлемо, когда заражаются люди, которые в этой квартире не живут. Потому что были случаи, когда они активно посещали родственников, знакомых, приглашали к себе, как я уже говорил, даже встречали, устраивали вечеринки в ресторане или в кафе. Это совершенно неприемлемо. И поэтому было принято решение, что, видимо, выборочный контроль не совершенно необходим, как человек соблюдает самоизоляцию, которая вернулся из страны с высоким, высоким, очень высоким, где во много раз превышает заболеваемость и риски заражения того, что мы имеем в нашей стране. Эти анкеты человек заполняет, когда он летит в самолете, в автобусе, даже в поезде вот здесь, из Эстонии заполняют. Они отдают эти анкеты перевозчику, который занимается, обслуживает данные транспортное средство международное. И анкеты из желтой и красной зоны стран, когда человек приезжает из стран высокого риска, передаются в полицию. Полиция уже по этим анкетам работает и созванивается с людьми, интересуется, что и как соблюдается ли карантин. То есть не карантин и самоизоляция, а те анкеты, которые относятся к пассажирам, которые прибывают из стран, которые не посещали страны с высоким риском заражения в течение 14 дней, они передаются в наш центр. И эти анкеты, я думаю, что они нам очень пригодятся, потому что каждый случай, когда кто-то летел, зараженный человек летел на самолете или в каком-то международном автобусе, это представляло определенные трудности быстро выявить людей, которые сидели рядом с ним и с ними связаться. До этого мы запрашивали информацию именно от фирм, которые занимаются международными пассажирскими перевозками, и они нам давали, но вот аэрболтик, допустим, дает быстро, но там неясно, кто где сидел, потому что люди часто меняют при свободных местах свое место, неясно, кто с кем рядом сидел, а вот здесь важно, что именно близкая дистанция, два метра эти кресла брать. Некоторые иностранные фирмы, это очень большая проблема получить от них своевременно эти списки, поэтому анкеты, которые будут на готове, всегда мы сможем их поднять, и сразу же там будут уже даже телефоны, вот допустим дают, это все зависит от именно от авиакомпании, которая занимается перевозками, они, кто-то собирает паспортные данные, номер паспорта, ну что нам говорит номер паспорта какого-то иностранного, там непонятно, может быть даже и гражданства, нам нужны телефоны, чтобы с этими людьми смизаться оперативно, и вот в анкетах эти телефоны будут, мы будем знать, где они находятся, и даже будем знать, что это был, может быть, транзитный пассажир, и он уже на сегодняшний момент не находится в Латвии, а уехал куда-то в другую страну, но это же не освобождает от обязанности нас предупредить этих людей, соответствующие службы других стран, так же, как и мы были бы заинтересованы, чтобы наших граждан, наших жителей в другой стране так же позаботились бы, тоже предупредили, то есть такая система работает, и мы часто ее используем, предупреждаем зараженных, лиц потенциально зараженных, даже если они уехали в другую страну, то есть это анкеты в данном случае вполне могут нам помочь, ну вот будем ждать очередного рейса и посмотрим, как это работает. Можно ли вообще говорить о том, что мы можем как-то контролировать распространение вируса, если у нас открыты границы, и если у нас уже там туристические поездки в том числе происходят, или все-таки это как бы желание людей, которые вы уважаете, но при этом определенные риски есть? Ну видите, на все времена закрыть границы это совершенно невозможно, поэтому приходится приспосабливаться, мы не можем обеспечить, это не будет стопроцентная защита от всех рисков, такое нереально невозможно, конечно, да, слежить полной изоляции, возможно, это был бы идеальный праздник эпидемиологов, у нас не было бы, у нас появились бы снова другие актуальности, но для людей это совершенно невозможно, люди перемещаются и по работе, и по другим, кто-то может быть на похороны едет, какие-то гуманные соображения есть на этот счет, поэтому нужно сделать с минимальными, так сказать, потерями для людей, мы должны что-то сделать так, чтобы они были защищены, и вот то, что предпринимается во многих странах, что если люди приезжают из страны, где риск заразиться был высокий, самоизоляция помогает, может быть, полностью не поможет предотвратить заражение членов семьи, это не исключено, но массово люди не будут заражаться, а здесь, как я уже сказал, если, вот вы спрашивали, чем отличается инфектолог от эпидемиолога, для инфектолога было бы, конечно, важно каждый пациент, что вот я его вылечил и не допустил каких-то осложнений, даже смерти, это очень важно работать с каждым пациентом, для, здесь совершенно, ну, ни одно лекарство, конечно, не является идеальным, и мы не можем спасти каждого пациента, так же и в общественном здравоохранении, мы не можем, предотвратить все случаи заболеваний, но даже если наши мероприятия предотвратят хотя бы половину, хотя бы даже больше, 70% случаев, которые потенциально могли бы распространиться, 90% вакцинации, вообще предотвращает 95 и больше процентов заражений, поэтому здесь, конечно, могут быть отдельные случаи, но массового распространения мы не должны допустить, эти мероприятия работают достаточно эффективно. Ну, сейчас про иммунитет и вакцинацию тоже коротко поговорим, насколько это возможно, коротко про коллективный иммунитет. Многие говорили в самом начале, разные страны выбирали разные сценарии, мы знаем, это Швеция, Белоруссия, наверное, самые яркие примеры. Можно ли, многие говорили, что вот у нас переболело маленькое количество людей, но это потом может нам ударить, потому что вот в Швеции, например, переболели, многие, у них якобы коллективный иммунитет вот этот вырабатывает, ваше мнение на этот счет? Да, была такая точка зрения, но я не скажу, конечно, что причины в некоторых странах были, исходя из того, что мы хотим выработать коллективный иммунитет, даже вчера, по-моему, работник ООН, ведущий, сказал, что есть некоторые страны, где чисто политические, популистические решения, что, да, ковида нет, это не опасно, мы не будем говорить, что кто-то, что все абсолютно, кто не проводил активных мероприятий, исходили из точки зрения коллективного иммунитета, там чисто какие-то популистические идеи были, да, Швеция отличалась тем, кстати говоря, давайте посмотрим, чем же она отличалась от Латвии, ну, единственное, что я, насколько понимаю, она отличалась тем, что есть три момента, первый, то, что школы не были закрыты, они говорили, что мы не знаем школы, дети, может быть, не распространены, мы ничего не знаем про эту инфекцию, второе, что количество тестов у них было очень ограничено, они очень мало тестировали, они тестировали только людей, которые были госпитализированы, если человек заболевал и обращался, мы даже, многие наши заболевшие говорят, да, мы вот переболели, у нас уже потом, только нам стали проводить это тестирование, на начальных этапах этого не было, и тестировали тех, кто госпитализирован, вот, и еще одно отличие шведской системы, что они не так, на мой взгляд, активно следили, как мы за зараженными и за контактными персонами, мы говорили, даже на самых ранних стадиях эпидемии, мы сказали, нужно ли вам знать, вот, гражданин Швеции летел, сидел рядом с зараженным человеком в самолете, ну, ну, ладно, мы больше эту информацию не хотим собирать, мы не хотим этим заниматься, когда другие страны продолжали активно выявлять контактных персон, предупреждать их, чтобы не дать инфекции распространить, то есть, и поэтому мы до сих пор видим, что лидер по заболеваемости именно Швеция, во всем Европейском Союзе, пограничные страны не допускали путешествий, до сих пор показали, а вот если посмотреть не на заболеваемость, а именно смертность, я просто время от времени наберу эти цифры, сравниваю с Латвией, что бы было бы, если бы, конечно, это не самое лучшее занятие, моделировать что-то и допускать, ну, давайте, ну, шведский вариант, у нас в плане мероприятия отличий у нас было не так уж и много, ограничительных, а вот если бы мы допустили бы более широкого распространения, и было бы именно так, как в Швеции, к чему кто-то, может быть, даже и призывает, то у нас на сегодняшний момент мы зарегистрировали 31 человек, который умер впоследствии с заражением коронавирусом, а если бы был бы шведский вариант, ну, это несложно, это любой может сосчитать, это было бы тысяча за умерших, хорошо или это плохо для Латвии, это, наверное, было бы все-таки, это каждая трагедия, каждый случай смерти это трагедия, и пойти на такие шаги, конечно же, ну, это нереально именно для нас принять такую концепцию, вот, коллективный иммунитет, да, говорили, что мы будем переболевать ковидом, но ковид, оказалось, распространяется интенсивно, но не настолько, чтобы выработался именно коллективный иммунитет, во многих странах были проведены проверки, в целом, уровень зараженности в мире на сегодняшний момент, может быть, какой-то даже процент, может быть, даже меньше, конечно, могут найти эти города, где были очень большие вспышки, и где процент зараженных очень высокий, мы, например, проверили, то, что у нас была Зила и Скрус, где люди в течение месяца жили вместе, потому что это был карантин, инфекция, в принципе, довольно спокойно, свободно распространялась среди них, потому что там ничего сделать было нельзя, невозможно было их всех изолировать в отдельные помещения. Мы думали, что при такой ситуации все, даже у кого не было симптомов, у них появятся антитела, но оказалось, что у половины, после полтора месяца, проведенных в честном контакте с болезнями, не было этих антител. То есть рассчитывать на очень большой коллективный иммунитет в данном случае совершенно не приходится. Дальше получаются новые сведения, что в течение первых месяцев количество антител резко снижается, и нет никакой гарантии, что не будет ситуации, как и с другими коронавирусами. Обычные коронавирусы, четыре, которые были у людей, известно, иммунитет нестабильный, и люди могут этими коронавирусами заражаться впоследствии еще и еще. Почему мы должны считать, что этот коронавирус особенный в данном случае, в плане выработки иммунитета, трудно сказать. Дальше. Вакцина. Как бы, вот еще про иммунитет. Исследование именно гуморального иммунитета, есть антитела или нет, не всегда корректно, потому что сейчас появляются публикации, может быть, мы узнаем больше об этом в будущем, что есть еще клеточный иммунитет, может быть, очень важно, если у человека не было выраженных симптомов, клеточный иммунитет, когда Т-лимфоциты активно поражают клетки человека, которые содержат вирусы, и тем самым помогают избавляться от вируса. То есть, может быть, имеет значение клеточный иммунитет, а вот, скажем, антитела не нашли у человека, а может быть, у нее работает клеточная. То есть, еще много неясного. Новая вакцина, которая сегодня прошла первое, было сообщение в Англии, первую фазу, она показала, что она не только работает на гуморальный иммунитет, когда вырабатывает антитела, но также работает на клеточный иммунитет, немножко то, что обнадеживает. Вот вакцина тоже, у многих возникает вопрос, и появятся вакцины, но мы же не можем сразу миллион людей вакцинировать. Как это происходит? Это будет добровольно, принудительно, какие-то слои принудительно будут вакцинироваться? Доступность? Все зависит от количества, стратегии вакцинации, зависит от того, что за вакцина и сколько нужно доз этой вакцины, для каких возрастных групп она акцептирована, потому что современная медицина основывается на том, что то, что доказано, мы иногда видим, что какая-то вакцина не допускается для детей до года, скажем. Но это не значит, что она вредна или неэффективна, просто не было исследований в такой возрастной группе. И мы не знаем, вакцин много, 150 кандидатов, 20 примерно прошли уже, по крайней мере, первую клиническую фазу испытаний, должно быть три фазы, когда строго проверяется ее безопасность и ее эффективность каждой из вакцин. Все, конечно же, должно будет зависеть от того, какие вакцины будут в европейские агентства по лекарственным препаратам, посчитает их эффективность и безопасность доказаны, которые будут разрешены к использованию в европейском Союзе и какие же объемы этой вакцины будут доступны. Конечно же, невозможно ожидать больших мощностей во всех предприятиях, которые ее производят, поэтому определенные резервации на сегодняшний момент происходят, страны планируют. И здесь, скорее всего, и к этому придерживается большинство специалистов, что и вакцина должна использоваться целенаправленно, скажем, в первую очередь не для создания коллектива на иммунитет, а для того, чтобы защитить тех людей, у которых наибольший риск. Если это, возможно, это не будут дети, это не будут, скажем, здоровые взрослые, но это могут быть пожилые люди, это могут быть те, у кого, ну, фактически, заражение вызывает тяжелую клинику, пневмонию, осложнение, госпитализацию. Это могут быть медработники, потому что медработники в данном случае тоже представляют. И, может быть, какие-то службы, которые должны оставаться на посту, невзирая на рост заболеваемости или ее снижение. Вот хотелось бы еще чуть-чуть о личном спросить. Рейтинг узнаваемости, который был в самом, мы в первые месяцы делали, и вот у вас был один из самых высоких рейтингов доверия со стороны населения, и латышко-говорящие, русско-говорящие, в общем-то, очень активно вам доверяли. При этом вы говорили, что вы ездите в общественном транспорте. Вот рейтинг узнаваемости у вас возник, к вам кто-то подходит и говорит, ну вот, а как же на самом деле? Это там нам рассказывают, а на самом деле-то как? Ну, бывает, подходит, конечно, да, бывает, просто как-то так оборачиваются, смотрят. Вы видите, что вы осознали, но... Ничего, я думаю, что я тоже часто вижу людей, которые узнаваемы на улице, может быть, но это не повод мне, если я вижу какого-то министра, который идет по улице или какого-то работника культуры, это не повод подходить к нему и что-то спрашивать. Еще один такой тоже, наверное, из личных вопросов. Мы знаем, что кинотеатры открыли какое-то время и знаем, что это тоже одна из страстей, ваше хобби, и у вас даже книги есть про кино, и, насколько я знаю, у вас четвертая книга в разработке сейчас находится, но вот вы уже посетили какой-нибудь из кинотеатров, ждали ли вы так, как этого ждали мы, например? Наверное, свое количество посещений кинотеатров я использовал в детстве и в студенческие годы, сейчас уже как-то нет времени просто идти в кинотеатр, да, и больше интересуют те кинотеатры, которые, скажем, исчезли, а тех, которые сейчас, я думаю, пускай пишут грядущие поколения. Ну, а как вы вообще относитесь к тому, что вот театры, кинотеатры открытые, в общем-то, люди там сидят непосредственно в контакте, в том числе, эпидемиологической? Ну, когда я был в некоторых кинотеатрах, все-таки я посещал с ребенком, мне создалось впечатление, что в зале людей очень мало, обычно, я никогда не видел переполненные залы, когда нет свободных мест, как это было в моей молодости. Я видел всегда, что, ну, может, заполняемость была где-то какая-то четвертая часть зала, и, то есть, дистанцирование, мне кажется, достаточно легко соблюдать, если будет разрыв между сидящими. Еще одна такая тема, наверное, уже мы... А, звонок у нас есть, наверное, примем. У нас буквально минутка, надевайте наушники, буквально минутка у нас остается, очень коротко попрошу, доброе утро. Доброе утро. У меня вопрос, к вашему гостю, скажите, пожалуйста, может быть, уже и было, тогда я извиняюсь, а какая разница в магазинах, в больших магазинах толпа народу ходит, никто там ничего не соблюдает. На центральном рынке толпа народу никто ничего не соблюдает. А почему в ресторанах должны что-то соблюдать, и это опасно? И второй вопрос, какая разница ресторан закроется в 11 вечера или в 3 часа ночи? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, отличные вопросы и хорошие такие вопросы всегда это интересует, в чем же разница. Стандарт такой, ну, скажем, это не стандарт, а доказанная вещь, что человек обычно заражается коронавирусом в 95, может быть, даже больше процентов случаев, если он находится в достаточно длительном контакте и достаточно близко от источника заражения. Это 15 минут и это 2 метра. Если мы пойдем в магазин, я никогда не стоял ни с кем, лично я, и не видел, что другие люди стоят, но может быть, в очереди, а в очереди дистанция все-таки там есть такие линии, что надо эти 2 метра соблюдать. То есть, мы не видим магазин, люди перемещаются, ищут товары и не стоят рядом друг с другом и чего-то не ждут. Другое дело, что это ресторан. Мы видели, что при тех вспышках, когда мы опрашивали людей, ну, что они говорят? Да, к нам подходит наш толик, мы там и там еще потанцевать, еще что-то. Это, говорит, настолько тесно и настолько плотно в тех случаях, когда мы... И это, в первую очередь, заражение было в той именно компании за тем столиком, где люди сидели, но контакты долгие, это закрытое помещение, обычно это закрытое помещение, достаточно в закрытых помещениях могут работать другие еще правила, то, что вирус может накапливаться в какой-то... в воздухе больше, и риск заражения более высокий. Но если люди приходят в магазин, и, конечно же, мы никогда не рекомендуем, если выйти все-таки люди толпятся, их много, лучше воздержаться и подождать, когда... или идти в магазин, когда будет меньше народу. То есть это... риски при случайном контакте, мы называем их случайные контакты, сводятся практически к нулю, если люди сидели вместе, и поэтому мы требуем даже столики, чтобы были на расстоянии один от другого, чтобы соблюсти вот эту дистанцию к нашему великому счастью с ними болезни распространяются в виде больших крупных капелек, которые, если человек чихает, они могут распространять на два метра, если кашляет или просто разговаривает полтора метра, просто дышит, это может быть этот метр. Вот, поэтому если бы это была заразность как при коре, когда вирус долгое время в большом количестве граница в воздухе, перемещается из помещения в помещение, тогда это была бы совершенно другая картина. В данном случае мы можем контролировать ситуацию и в больших магазинах. Вот еще какой-то второй вопрос был. Про центральный рынок еще. Ну, центральный рынок, там тоже часть, павильон очень большие, все на открытом воздухе, там риск минимальный, конечно же. И время работы еще. А, время работы. Уже первые сигналы о вспышках из той же Италии, которые поступали из Швейцарии, из горных курортов. Ну, что люди, они катались на горных лыжах, они были в своих гостиницах, там они не заражались. Но где они заражались? Когда это вечерние часы, которые плавно перетекают в ночные часы, это бары, рестораны, где большая скучность людей, и уже человек постепенно теряет способность контролировать ситуацию, расслабляется от количества выпитного, спиртного и так далее. Конечно, мы не будем говорить, что это каждый так поступает, но в целом такая тенденция имеется. К сожалению, пора нам заканчивать, не успели мы ни про клещей поговорить, ни про грипп, ни про бубонную чуму, значит, будем говорить еще. Глава Департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний, Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевозчиков был у нас. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо.